Совсем случайно я увидела это с моими коллегами из Бундестага в музее Холокоста. И я была поражена, что я об этом не знала. Я даже написала ночью Ангеле Меркель, знала ли она об этом музее, она тоже о нем не знала. И с этого момента мы думали о том, как сделать историю Холокоста известной в Германии. Я должна еще сказать к этому. В Германии очень много известно об освенцах и о концентрационных лагерях, но очень мало известно о том, что происходило на территории Украины. Это абсолютно неправильно. И это очень важно, чтобы Германия таким образом показывала свою симпатию и таким образом также политически поддерживала Украину. И нам очень повезло, что за мои 34 года в Бундестаге столько людей в политике вижу. И даже Ангела Меркель поддерживает этот проект. И Министерство иностранных дел, и министр экономического сотрудничества это поддерживает. У нас есть поддержка со стороны немецкой политики. Спасибо. Спасибо огромное за возможность сегодня встретиться и поговорить. И наметить наши дальнейшие планы и шаги. Я, в свою очередь, хотел бы начать наш диалог с того, что у нас есть хорошие новости. Хорошие новости касаются того, что уже существующий сквер памяти жертвам Холокоста, который в Одессе есть, Нами принято решение и уже проведены работы о том, чтобы в этом сквере появится отдельно выделенное помещение для организации музея памяти жертвам Холокоста. Теперь, что касается нашего проекта. Нашего проекта, который мы, я уверен, реализуем. Проведена большая работа и выданы все абсолютно распоряжения и согласительные документы по организации там такого памятного мемориала. Мы главные ответы на вопросы, которые нас больше всего волновали, Геннадий Леонидович, и в дальнейшем будем еще, конечно, обращаться к вашим коллегам, понятное дело. Но пока все звучит очень обнадеживающе, и мы довольны разговором, я думаю. Мария тоже со мной согласна будет. Спасибо. Мы на самом деле, я очень рад, что у нас с вами контакт и вот такой диалог. Я считаю, что когда Украина сделала свой выбор и объявила о европейском векторе, мы должны учиться быть европейцами. И мы должны с пониманием оточиться и смотреть, как эти процессы происходят в Европе, к которой так мы стремимся, как много говорим здесь на внутренней политической площадке. А говорить о том, что мы поддерживаем европейские ценности, но в то же время заниматься совершенно другими вещами, я считаю, что политика двойных стандартов, она не должна быть, не должна работать. И мы все в Одессе делаем для того, чтобы быть примером. И Одесса сегодня действительно является примером украинского патриотизма в широком понимании этого слова. И мы сделаем все, чтобы действительно... А в Украине, по праву уже считают Одессу, интеркультурной столицей Украины. Потому что такого колорита и такого количества национальностей проживающих нет ни в одном другом городе. И мы должны быть примером в этом. И сделаем все от нас возможное. И невозможное тоже. Гот.